Привет всем! Сегодня распаковка пауэрбанка xiaomi, но это 10 000 мАч Mi i Powerbank 2s. То ли 2s это двухбаночный, то ли 2s это версия вторая, но в любом случае сейчас посмотрим. Упаковка выглядит вот так, с правой стороны наклейка по которым можно будет проверить этот пауэрбанк на сайте производителя и всякие указатели, что два выхода зарядки, литий-полимерный аккумулятор, алюминиевый корпус и количество зарядов на Mi i6 заряжает в два раза до зарядки, айфон 7 3.5 и ipad mini 4 в один и три раза. Коробочка такая увесистая, я ее уже массу узнал 300 грамм. На обратной стороне всякие странные надписи страшные, это означает внешняя упаковка. Здесь тоже видно для перевозчиков упаковок, это для перевозчиков информация, что литий-батарейки очень хрупкая, при повреждении горит и так далее. Здесь соответственно все наши данные. Модель PLM09ZM с L-капасити 1000 мАч на 3,7 вольта. 37 ватт часов, входящий порт microUSB, выходное напряжение 5 вольт, 2 ампера, либо 9 вольт, 2 ампера, либо 12 вольт, то есть поддерживает быструю зарядку, это уже хорошо. Ради этой быстрой зарядки то я по сути дела его и брал. Выходные порты это USB-A, то есть Type-C тут нет. Сингл порт в режиме одного порта 5,1 вольт, 2,4 ампера, 9 вольт, 1,6 ампера, хотя почему-то здесь написано 9 вольт, 2 ампера, да? Это максимально 1,6 ампера и 12 вольт, 1,2 ампера, хотя здесь указано. Вот, в двухпортовом режиме он максимально может выдавать только 5,1 вольт на 2,4 ампера. Я надеюсь, сейчас все видно. Вот такая вот информация. Ну, дальше написано, что в упаковке. В упаковке сам пауэрбанк, USB кабель и юзер мануал. Ну что, приступим к распаковке. Посмотрим, что там. Я никогда в жизни не имел пауэрбанк. От силона у меня был вот такой вот пауэрбанк, который вы видите на экране. Он проработал у меня 4 года. Потом он перестал работать. Так, о, смотрите как. Там что-то внутри болтается. Это юзер мануал. Так, ну тут вот юзер мануал. Все расписано, все написано. О, видите, как тут даже написано, где проверить наклейку. Хотя написано на наклейке тоже это. В общем, все. Единственное, что я понял, у этого пауэрбанка нет фонарика, а это иногда бывает очень удобно. Фонарик на пауэрбанке, это круто. Ну, в общем, инструкция. Ее надо будет, наверное, почитать. Единственное, из всей инструкции, уже забегая немножко вперед, я понял одну вещь, что этот пауэрбанк вот такой вот он. Такой вот узенький и длинненький. Вот так сделаем. В сравнении с айфоном 7, ну, это примерно вот так. Размером как раз таки с айфоном 7 и чуть-чуть, чуть-чуть длиннейший. Вот. Что там у нас? Еще кабель должен быть. А это как интересно сделано. Ну, в смысле, чтобы ее порвать. Ну, кабель, я вам скажу, хороший. Кабель хороший и... Да. Его можно будет использовать для чего-нибудь. Проверить его надо, есть ли у него передача данных. Потому что здесь нарисована молния и есть такой вот очень неприятный момент, что этот кабель бесполезен. Он подходит только для заряда. Это будет печально. Ну, проверим, в общем. Ну, давайте посмотрим теперь пауэрбанк. В общем, пауэрбанк. Здесь все характеристики с обратной стороны. Вообще, я его брал для быстрой зарядки. Но потом подумал, что может быть, оно и не так важно, потому что я хотел загрязать им квадрокоптер. А квадрокоптер с 10 тысяч сильно долго не зарядишь. Поэтому, наверное, брать ради этого не стоит. Но пауэрбанк вещь хорошая. Вот, смотрите, как он поставляется. В половине заряда. То есть, наверное, все классически, да, в режиме хранения. Кстати, я забыл указать, что здесь написано дата производства этого пауэрбанка. Это апрель 2018 года. То есть, пауэрбанк, можно сказать, свежий. Почти год назад выпущен. Так, вот. Вот как раз-таки я включил. Включил ему режим заряда слаботочных. Он включается двойным нажатием. Вот, видите. Двойным нажатием включается режим слаботочной зарядки. То есть, все устройства типа Bluetooth гарнитуры и прочее будут заряжаться. Он показывает. В течение двух часов будут порты работать. И он будет, может заряжать что угодно. С любым током потребления. Отключается. Ну, это, наверное, единственное, что интересно в этом пауэрбанке. Все остальное уже стандартный пауэрбанк. В общем, я протестирую, попробую. Но корпус приятный. Корпус приятный. Я никогда не имел MI-i девайсов. Ну да. Обрабатывают они алюминий. Наверное, стараются по депу сразу будут. Вот, в общем, как-то так. Вот все, что у нас в комплекте. Капель зарядки. Через неделю эксплуатации с этим пауэрбанком я заметил такой момент. Ну, то есть я обратил на плюс и минус пауэрбанка. Ну, во-первых, начнем с плюсов. Очень качественные разъемы. Прямо вот. Очень хорошо входит. И не вытягивается. То есть, прям до щелчка. Также очень хороший разъем micro USB. Он прям вообще, вот, даже на нем висит. Зарядки для потребителей низкого потребления тока тоже работают. То есть, двойное нажатие. И он включает режим. В общем, как я и показал вначале, это правильно, да. В общем, он работает 2 часа, по-моему. Эти оба разъема работают. И можно заряжать потребителей, которые потребляют малое количество всякие браслеты, гарнитуры. В общем, вот. Теперь о минусах. Что мне не понравилось. Что удивительно, но мне не понравился его алюминиевый корпус. Пауэрбанк очень хороший. И размер очень хороший. Можно вот положить его телефоном в карман. Будет не слишком толстым. Либо вот так вот. Тоже вполне хорошо. Но. Есть очень сильное, большое и главное «но». Видите, кожа тут немножко откололась. Непонятно как. Но это не суть. Проблема в том, что все ваши телефоны должны быть в чехле. И желательно вот такие вещи, как камера тоже, чтобы были защищались. Потому что алюминиевый, метан, как бы он там не был. И если мы будем постоянно, например, телефон без чехла носить с ним, он будет тереться и, соответственно, протрет вам тут. То, что пауэрбанк протрет себе, поцарапается в этом, ничего страшного нет. Но ваш телефон, он может повредить. Поэтому я так думаю, что я его обклею скотчем для того, чтобы он не повреждал мне. Потому что, ну, не всегда бывает. Телефоны, да ладно, они в чехле и как бы все нормально. Но если мы, например, возьмем такую вещь, как консоли, тоже бывает, нужно вместе их носить. И вот они в моменте прикосновения к пластику, конечно, он поцарапан к пластику. Хоть он, вроде, обработанный, но он... Поэтому вот это минус. В остальном... Все похоже на правду. То есть, iPhone 7, он, правда, заряжает 3,5 раза. А вот Note, он заряжает где-то раза 2. Вот, ну, в общем, по-моему, он мне понравился. Своей компактностью. Но, если бы он был в пластиковом корпусе, или если есть какой-то аналог в пластиковом корпусе, лучше берите в пластиковый корпус. Ну, а на этом... Думаю, что все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok